Братья и сестры, здравствуйте! Христос Воскресе! За моей спиной портрет Отто Бисмарка, железного канцлера, который Второго Рейха. Третий Рейх возглавил Адольф Алоизович, а Второй Рейх создал Отто Бисмарк. Оракул наших дней, называл его Тютчев, в одном стихотворении известном. Единство, возгласил Оракул наших дней, должно быть скреплено железом лишь и кровью. То есть канцлер железа и крови. Серьезный человек, высокого роста, дравшись на дуэлях, готовый рубиться со всеми, кто на него косо посмотрел. Три года служивший в России по делам Министерства иностранных дел. Любимое словечко вынес он из России. Ничего, так называемое, ничего. По-немецки «Алес». Однажды какой-то емщик, значит, вез его на какой-то драндулете каком-то, значит, и говоривший по-русски. Бисмарк говорит ему, а ты сможешь меня довезти вообще на этой колымаге? Говорит, ничего. И там пошла родная, и погнали по ухабам. Она вот так вот тресла. Говорит, да ты меня сейчас убьешь. Говорит, ничего, ты мне дальше там. И потом она перевернулась, колымага перевернулась. Бисмарк упал, разбился в лицо, в кровь. Вскочил, хотел зарубить его. Там палашом, там, ничего там не было. Или там трость у него железная хотела дать ему. А этот говорит, ничего. Там емщик взял, сгреб снега, умыл ему разбитую физиономию. Говорит, ничего, барин, садись, поедай. Ничего. И он это ничего запомнил. Говорит, когда в самых страшных ситуациях он говорил, ничего. Алис, нормально, прорвемся. Значит, вот этот человек, он имел некую прозорливость. Это мы повторяем его слова про то, что Третья мировая начнется там, с какой-то чепухи на Балканах. Это он сказал, что вообще мировые войны начинаются из-за дурости на Балканах. Он был такой прозорливый, такой умудрённый человек. Вот что он говорил о России, в частности. Это очень важные слова, потому что они пророческие. Россию нельзя победить, говорил Отто Бисмарк. Но им можно привить ложные ценности, и они победят сами себя. Вот слушайте раздражённого врага. Кого вообще нужно слушать? То есть любящего друга или раздражённого врага? То есть враг в раздражении скажет про тебя такую правду, которую никто больше тебе не скажет. Тебя любят, уважают, берегут. А враг тебе так всё вывалит, и там будет очень много пророчеств. Значит, нельзя нас победить. Нам можно привить какие-то ложные ценности. Там потребительство, значит, какая-то там ерунду всякую. Такой кока-колониализм есть такое. У немцев была такая теория такая. Значит, кока-кола, такая кока-колониализм. Такое привитие новых потребительских стандартов, при помощи которых тебя, бывшего солдата, труженика, пахаря, превращают в дерьмо, в идиота, в педераста. И ты это всё полюбил, значит, такое тебе нравится. Всё. Зачем с тобой воевать? Ты уже побеждён. Нельзя нас победить. Отто Бисмарк сказал. Нам можно привить ложные ценности. Кока-колониализма. Ещё говорил. На каждую вашу хитрость русские ответят непредсказуемой глупостью. Это тоже интересная вещь. Таковы славяне. То есть ты стреляешь, как сбивают самолёт. Вот он летит, траекторию высчитывают и на опережение стреляют. Имея в виду, что он будет с этой скоростью по этому курсу лететь, и вы встретитесь, ракета и самолёт. Но если ты летаешь вот так вот, вот так вот, то никакая ракета тебя не собьёт. То есть ты совершенно нелогичен. И, в общем-то, это наша сила, нелогичность. То есть мы не идём по логике. Нужно драться, а мы простили. То есть нужно, простите, мы ударили. Там нужно, скажем, вот это, а мы вот это. И вот эта нелогичность Бисмарком была подмечена. Он сказал, что на каждую вашу хитрость и мудрость они будут отвечать непредсказуемой глупостью. И это страшно. Ещё одну вещь он сказал очень важную. Россия опасна мизерностью своих потребностей. То есть человеку очень мало надо. На самом деле человеку очень мало надо для того, чтобы жить. Вот у нас грибники лазят по лесам. Им много нужно? Нет. Резиновые сапоги, кусок хлеба, на руках часы, телефон заряжённый. И пошли. И он там будет лазить целые сутки. Или там стоят с удочками над речками вонючками. Что они там ловят, непонятно. Им ничего не нужно вообще. Им нужно такую вот пачку сигарет, транзистор, газета, кусок колбасы. И он сутки живёт над речкой вонючкой, с удочкой в руках. И таких людей у нас больше половины. Нам много не надо на самом деле. Вот это потребительство, это как можно больше услуг, как можно больше товаров, как можно больше удовольствий. Это вчерашняя вещь. Она только вчера появилась. В принципе, нам этого всего не надо. Ну не будет, например, у нас там холодильников. Там погреб выроем. Ну не будет там телевизора. Да шут с ним, будем в картишке резаться по вечерам. А ещё лучше псалтерику читать. То есть да не надо всего этого. То есть то, к чему мы привыкли, оно в принципе не надо. И вот когда приходит война, когда нет электричества, удовольствий, там, кабаков, театров, кинотеатров, и вдруг мы понимаем, что да нормально всё, да ладно, застегнёмся, припаяшимся, повоюем. Вот тогда мы оказываемся страшными врагами. Для всех тех, кто привык к комфорту. И Бисмарк это просчитал. Он сказал, что наша мизерность в потребностях является огромной опасностью для комфортно живущих западных стран. В общем, интересные вещи этот человек произнёс о нас. Живя здесь, имея здесь любовницу, у него там был такой большой роман с одной такой дамой, такой красивой и украшенной титулами. Здесь у него любовь была. Потом любовь закончилась, но тем не менее. В общем, Отто Бисмарк – пророк нашего времени. То есть он говорит нам о том, кем мы должны быть. Поменьше потребностей, побольше нелогичности. И говорил он ещё, русские вернутся за долгами. То есть то, что вы их обманули, не навсегда. Они придут и потребуют долги с процентами. Спасибо, Отто. Железный канцлер, ты был прав. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин